В сегодняшнем уроке повторим местоимение в датеве, то есть он ему, она ей, ты тебе и так далее, я мне. И познакомимся с одной формой в латышском языке, вот она, давайте мы с нее, собственно, и начнем, которая на уровень А вам нужно только распознавать. Вот это очень важно. То есть нужно знать, что это означает, и, соответственно, когда вы ее увидите, чтобы понять, что это синоним, например, таким словам, как ваяцейкс и непетейшемс. О, давайте эти слова тоже напишем. Например, ваяцейкс – это нужный или нужно, ну, зависит немножко от контекста. Ваяк – это чисто нужно. Например, мне нужно, что, ман ваяк, мне, ман, ман ваяк, тебя, теви. Вот так, прямо как у волка из Ну, погоди, правильно? Лучше мой подарочек – это ты. Окей. Еще один синоним – это слово непетейшемс. Тоже означает необходим. И вот третий вариант, как в латышском языке сказать, что что-то надо, например, сделать, это вот эта вот форма. Это называется долженствовательное наклонение. Ну, вот слово должен, правда? Смотрите. У нас сначала дается повествовательное предложение. КАС – кто? КО ДАРА – что делает? И КО – кого что? Например, здесь ВИНЧ ДЗЕРТЕЮ. Он пьет кого что чай. Вот он, наш любимый аккузатив. Он пьет чай. А теперь смотрите, второе предложение. ВИНЯМ Я ДЗЕРТЕЯ. Ему надо пить чай. Вот он болеет, например, поэтому ему надо пить чай. Значит, на уровень А, если вам нужно сдавать экзамен, то первое, что вам нужно понять, что приставочка Я, видите, с гаром взаиме, ЯДЗЕР, эта приставочка будет означать то, что что-то надо делать. Слово, которое стоит перед вот этим глаголом с приставочкой, ну, обычно будет прямо рядом, да, это слово, это слово в дативе, которое означает, кому что-то надо делать. Но ведь тут даже похоже на русский язык, мы говорим, кому надо что-то делать. Здесь то же самое, да, ЕМУ НУЖНО ПИТЬ. А вот теперь интересный момент. Посмотрите внимательно. Когда мы говорим, он пьет кого что чай, это аккузатив, наш любимый аккузатив. А когда мы хотим сказать, ЕМУ НУЖНО ПИТЬ ЧАЙ, то здесь в латышском языке, такая особенность латышского языка, появляются именительные падежи, номинативс. Давайте посмотрим на вот эти выражения. Значит, как мы строим эту форму? Сначала КОМУ. МАН, МНЕ, ТЕУ, ТЕБЕ, МУМС, НАМ, АГА, ЮМС, ВАМ, ВИНЯМ, ЕМО, ВИНЯЙ, ЕЙ, ВИНИЕМ, ИМ, ИВИНЯМ, ИМ, если это только девочки. Дальше у нас идёт глагол связка. Видите, это настоящее время. У этой формы, конечно же, есть и прошедшее будущее. Сейчас мы говорим в первую очередь о настоящем. Мы здесь добавляем ИР или НАУ. То есть, если кому-то что-то надо делать, то мы говорим ИР, и если кому-то не надо, то НАУ. Как вы видите, слово ИР написано в скобочках. Почему? Потому что очень часто, я бы сказала, даже в большинстве случаев в латышском языке, это опускается. Как, например, и в этом предложении. Мы не говорим ВИНЯМ ИР, ЯДЗЕРТЕ, Мы говорим ВИНЯМ ЯДЗЕРТЕ, и это абсолютно правильно. То есть ИР будет использоваться, ну, может быть, в качестве такого, знаете, прямо усилителя. ВИНЯМ ИР, ЯДЗЕРТЕ, Мух, обязательно. Вот. Зато если мы говорим отрицание, ну, например, да ему не надо пить чай. ВИНЯМ НАУ, ЯДЗЕРТЕ, Окей? То есть тогда, если у нас отрицание, что-то кому-то не надо делать, то есть мы кого-то не заставляем пить чай, то тогда мы говорим НАУ. Дальше у нас идёт вот именно эта форма, это глагол в форме долженствовательного наклонения. Как он делается? Опять-таки запоминаем, на уровень А мы всего лишь прикасаемся к этой теме, поэтому даже если вы не научитесь делать сейчас пока эту форму, не волнуйтесь. А вот на уровне Б мы, конечно же, должны выучить и знать. Правда? Окей. Мы берём глагол в настоящей форме в третьем лице. То есть, например, глагол ДЗЕРТ, ПИТЬ это ДЗЕР. Глагол читать ЛАССИТ, он читает ВИНЧ ЛАССА. Глагол АРСТЕТИЕС, ЛЕЧИТЬСЯ ВИНЧ АРСТЕЕС. Вот и всё. То есть, мы берём глагол в третьем лице, добавляем приставочку Я. А теперь, как вам кажется, будет ли меняться вот эта вот форма глагола в зависимости от того, кому надо что-то делать? Конечно, нет. То есть, мы вот кому надо что-то делать, мы поставим правильное местоимение или существительное. А сама уже форма надо что-то делать, надо читать, надо пить, надо лечиться, она уже больше меняться не будет. И тот факт, что оно образовано от третьего лица, ну, всего лишь такое правило грамматики. Окей? И после этого у нас появляется, ну, что нужно делать, да? Нужно пить чай, ЗАЛАСС это лекарство, СУЛА, СОК, и ГРАМОТА, КНИГА. Ну, вот, например, составьте, пожалуйста, такое выражение «Мне надо читать книгу». МАН, ЯЛАСА, ГРАМОТА. Отлично? Ну что, сначала задание на местоимение, на кому, а потом, соответственно, будем делать и задание на форму «Надо делать». В скобках данные слова впиши в правильной форме, в соответствующей форме. Напиши, что у кого болит, что с кем не так. Ну, давайте. У нас есть слово «ВИНЯ» и дальше написано «СААП КАКЛС». Как сказать «У НЕЕ БОЛИТЬ?» ВИНЯЙ, конечно же, датив. ВИНЯЙ, СААП КАКЛС. Хотите, запишу? ВИ-НЯЙ. Давайте. Мы не будем абсолютно все записывать, но вот ВИНЯЙ запросто нужно. Давайте это тоже пропишем. Между прочим, если вы сдаёте А2 в ближайшее время, то вот эта форма вам очень важна. То есть у вас запросто на экзамене может быть, например, такое предложение. Дальше что-то пропущено. На экзамене обычно не впереди стоит слово, которое нужно поставить в правильную форму, а после. Вот так, например. Вот у нас такой вопрос. Смотрите. ВАЙ. Дальше у нас пропущено. То есть вот сюда мы должны будем вписать слово в правильной форме. Какое слово мы должны вписать в правильной форме? Слово «Ты». Есть как бы «У тебя много друзей». Ну, что-то типа «У тебя много друзей». То есть, во-первых, из структуры предложения «У тебя много друзей». Мы должны понять, что здесь нужен датив. Как, собственно, и здесь. У тебя кашель? То есть из структуры предложения понимаем, что здесь должен датив быть. Правильно? И тогда вписываем датив. Пишем «Тэу». ВАЙ. Тэу. Ирдаут здраугу. Дальше потренируемся. У нас есть имя. У нас еще одно местоимение. И у нас есть фамилия. И опять-таки обращу ваше внимание на то, что вам нужно знать для экзамена А2. Ну, давайте сначала с Янисом разберемся. У нас Янис и Еснас. Еснас – это насморк. Супер. Давайте скажем, что у Яниса насморк. Как слово Янис поставить в форму датива? Если вы сразу не знаете, и у вас есть под рукой табличка, гляньте туда. Если вы пользуетесь моей табличкой, то во втором склонении, там, где окончание «Ис», скорее всего, стоит слово «ВИРИТИС». Да, именно это слово я вписала в табличку. Как будет у мужчины? ВИРИТИМ. Идеально. Поэтому ЯНИМ. ЯНИМ ИРЕСНОС. Вот так. Следующее – это МЭС. МЭС. Мы, соответственно, нужно сказать, что у нас что-то болит. Давайте мы это тоже запишем. Это будет МОМС. МОМС САП ЗОБИ. МОМС САП ЗОБИ. Давайте вариант, например, экзаменационного задания. Например, такой вариант. НОРИТА. Дальше что-то пропущено. Написано МЭС. ПАТЭЙК. И дальше сказано ДЗРТ КАФЕЮ. КАФЕЮ. Вот так. То есть смотрим. Написано вот так. Сначала НОРИТА. УТРОМ. С УТРА. Дальше пропущено что-то. Написано МЭС. То есть именно это слово нужно поставить в правильной форме. Дальше ПАТЭЙК ДЗРТ КАФЕЮ. Ой, только не КЭФЕЮ, а КАФЕЮ. Давайте исправим. Вот так. То есть утром нам нравится пить кофе. Как мы это скажем? НОРИТА. МОМС ПАТЭЙК ДЗРТ КАФЕЮ. НОРИТА. МОМС ПАТЭЙК ДЗРТ КАФЕЮ. Да, то есть нам нужно знать, в том числе и для экзамена. Во-первых, использование датива, например, со словами ПАТЭЙК, со словами ГАРШО, или со словом САП, или же со словом ИР, когда имеется в виду, что у кого-то что-то есть. МОН ИР ДАУТ СДРАУГУ. ВАЙТЭЛ ИР ДАУТ СДРАУГУ. И, соответственно, склонение местоимений в дативе. МАН – это МНЕ. МОМС – это НАМ. Тебе будет ТЕУ. Отлично. Ну и последнее. Нужно сказать, что У ЮРИСА КАЛНЫНША БОЛИТ слово ЦЕЛЫС вам для уровня А2 не надо, но если вы уже учитесь на Б, ЦЕЛЫС – это КОЛЕНО. Ю РИМ КАЛ НАМ САП ЦЕЛЫС. Почему Ю РИМ? Потому что второе склонение. Почему КАЛ НАМ? Потому что первое. Следующее задание нужно написать у кого-то что болит. АСТОНИ СЕПТИН ПАЦЕНТ УЗРАКСТЫ КАСКАИШ ШИМ ЦИЛВАКИ. Вы можете сначала остановить запись, подумать. Можете открыть свои тетради, сами заполнить, а потом смотрим мой вариант. Ну, ВИНЯМ САП РОКА. ВИНЯЙ САП ЭДЕРС. ВИНЯМ ИР ЕСНОС. ВИНЯМ ИР ТЕМПЕРАТУРА. Правда? ВИНЯМ ИР ТЕМПЕРАТУРА. Живот болит. Что такое ЕСНОС? НАСМОРК. Обязательно нужно знать это слово. ТЕМПЕРАТУРА. ТЕМПЕРАТУРА. РОКА. РУКА. У него, кстати, и нога-то тоже болит. Ну, как будет нога? КАЯ. Ну, давайте допишем, что у него болит и рука, и нога. Вот так потянем, потянем, и у нас здесь будет место. САП РОКА УНКАЯ. Вот так. САП РОКА УНКАЯ. Супер. Ну, теперь задание, которое, еще раз повторюсь, на уровень А, не сильно важно. Однако вы сейчас увидите, как, в принципе, это легко делать вот эту форму должностовательного наклонения. Особенно из тех предложений, которые даны в этом учебнике. Это такой, знаете, хороший разгон. Почему? Смотрите. Здесь большинство слов, ну, кроме вот одного, буквально двух, С и С, все остальные, они в третьем лице. То есть это означает то, что глагол у нас уже стоит в третьем лице. А помните, ведь форма должностовательного наклонения делается из третьего лица. Ну, давайте. УЗРАК СТИКА СВИНЬЯ МЯДРА. Напиши, что им нужно делать. Мы сделаем это устно, а потом вы можете сделать это письменно. С ДЕРУ ЗАЛЫС. Я пью лекарство. МАН ЯДЗЕР ЗАЛЫС. ВИНЬЧ ДЗЕР ТЕЮ. ВИНЯМ ЯДЗЕР ТЕЯ. Если вы здесь ошиблись и сказали ТЕЮ вместо ТЕЯ, не волнуйтесь. Много латышей настоящих. Латышей абсолютно нейтив. Они тоже говорят после дожествовательного наклонения аккузатив. Поэтому это не самая большая ошибка. Но, если уж вы учитесь, давайте учить правильно. ЗАНС ИЕТУ СКОЛУ. Здесь, кстати, будет все просто, потому что здесь у нас УСКОЛУ, это ВШКОЛУ. Не будет, конечно, меняться, потому что здесь управляет предлог. Видите, они даже специально оставили, чтобы было наглядно. Но давайте скажем, что мальчику надо идти в школу. А давайте даже сделаем так. Ведь нам нужно тренировать местоимение. Давай скажем, ЕМУ нужно идти в школу. ВЫНЯМ ЯЕТ УСКОЛУ. МЕЙТЕНЕ ЭДАБОЛУ. ВЫНЯЙ ЯЕТ АБОЛС. В следующем предложении, как вы видите, так как слово ГУЛТА у нас стоит в локативе, оно не меняется. И создатели учебника очень четко это прописали. Ну, чтобы вас не смущать. Правильно, в кровати. То есть, если, например, здесь сказано, что больной лежит в кровати, то больному нужно лежать в кровати. В кровати меняться не будет. То есть, давайте, СЛИМНИЕКС ГУЛЬ ГУЛТА. Давайте скажем, ЕМУ надо лежать в кровати. ВЫНЯМ ЯГУЛЬ ГУЛТА. ЭС СПЕЛЕЮ БОМБУ. Я играю в мяч. Сначала нам, конечно же, это слово нужно поставить в третье лицо. Но это должно быть легко. Помним, для того, чтобы И из формы Я сделать третье лицо, в 90% случаев мы всего лишь убираем окончание У. Ну, и так как у нас здесь вот это Е присоседилось, просто потому что у нас основа заканчивается на гласной, и окончание начинается на гласной, то есть, знаете, такая как разделительная полоса, то ее тоже надо убрать. В результате у нас получается так. Он играет, будет в ВИНЧ СПЕЛЕ. Ну, давайте скажем, «Мне надо играть в мяч». МАНН Я СПЕЛЕ БОМБА. ВИНИ ЛАСА ГРАМАТАСС. Они читают книги. Ну что, им надо читать книги, будет? ВИНИ ЕМ ЯЛАСА ГРАМАТАСС. ЛАСА ГРАМАТАСС. Следующее задание очень интересное. АСТОНИ ДЕВЕНЬ ПАЦЕНТ. ПАСТАСТИ КАСЯДАРА. Расскажи, что нужно сделать, что нужно делать. ЛЕТСИЛ ВАКС ЮСТОС ЛАБИ ОН БУУТУ ВЕСЕЛС. Чтобы человек хорошо себя чувствовал и был здоровым. На уровень А вам такие философские монологи говорить не надо. Но вот если вы сдаете, например, на гражданство по корням, то есть как этнические латыши или ливы, то вот это прямо ваша тема. Вам нужно прямо ее развить. Ответить три предложения. Много не надо. Вам буквально нужно сказать, чтобы человек был здоровым, нужно, допустим, хорошо спать. Давайте это скажем. ЛАЙ ЦИЛ ВАКС ЮСТО СЛАБИ или ЛАЙ ЦИЛ ВАКС БУУТУ ВЕСЕЛС. ИР ЯГУЛЬ ДАУЦ. Давайте скажем, чтобы человек хорошо себя чувствовал, нужно кушать полезное. По-латышски вот это вот полезно будет ВЕСЕЛИГИ, то есть как бы здорово. ЛАЙ ЦИЛ ВАКС ЮСТО СЛАБИ ИР ЯЭД ВЕСЕЛИГИ. Или просто ЛАЙ ЦИЛ ВАКС ЮСТО СЛАБИ ЯЭД ВЕСЕЛИГИ. Вот видите, мы используем нашу форму, которую мы выучили. И да, так как форма ЯЭД, ЯДЗЕР, ЯГУЛЬ, она соответствует уже уровню Б, то для вас, уважаемые этнические латыши, если вы учитесь сейчас по этому курсу и будете сдавать свой экзамен, он подразумевает знания латышского на стабильный Б1. Вам нужно знать, вам нужно уметь составлять такие предложения. Мне кажется, несложно. Смотрите, мы всего лишь первый раз увидели такую грамматику. Не страшно, правда? Особенно, если вы заранее выучите несколько предложений. Например, лейд цельвейks юст со слаби, виņам ир жаэд веселье, лей цельвейкс бут веселс, виņам иржа где 8 станды. Вот так.